День с толком Смотрите в этом выпуске Все ради комфорта Друг дорога, два года сдали Вот смотрите на салон Все там перекосили, бордюры повалились Почему не все жители Солнечной Поляны рады новой дороге? Семеро по лавкам Все началось с маминой фразы в детстве Вот уедешь, заводи кого хочешь Любителям животных могут запретить превращать квартиру в зоопарк Без грязи и плесени Полностью ремонт всех помещений внутри Система отопления новая Система вентиляции Ветхая мебель, ржавчина и сырость останутся в прошлом 150 миллионов рублей Такова стоимость нового участка дороги Которую начали делать в рамках известного федерального проекта На Солнечной Поляне От улицы Жасмины до энтузиастов По словам специалистов Новая дорога снизит транспортную загруженность других улиц Правда, для местных жителей это не аргумент Ведь при строительстве рабочие вырубят целую аллею деревьев, которые они собственноручно высаживали В проблеме разбиралась Валентина Аскерова И те жители, которые ходят мимо нас, они все любуются улицей, клумбами, посаженными деревьями А что сейчас сделают? Сейчас все снизите Речь идет об этой цветущей аллее, которая на протяжении 10 лет радовала прохожих и местных жителей На днях на Солнечной Поляне начали строить новую дорогу в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Но хорошая новость жителей Поляны не порадовала Ведь по проекту рядом с проезжей частью построят тротуар для пешеходов А зеленую аллею в рамках того же нацпроекта снесут По проекту, который нужно выполнить, около домов должен идти тротуар Но около наших домов-то уже есть дорога, для чего второй тротуар, мы не понимаем Нашего мнения никто не спрашивает, с нами никто не советуется На все вопросы, которые мы задаем, нам отвечают, что это проект и он должен быть выполнен А это многомиллионный проект, который, по словам специалистов, прошел экспертизу и согласован во всех инстанциях И замораживать его в угоду местным жителям никто не будет Ведь новый участок имеет общегородское значение Строительство Солнечной Поляны на этом отрезке существенно позволит разгрузить улицу Попова Перенаправить транспортные потоки с микрорайона Солнечной Поляны Строительство новой четырехполосной дороги протяженностью 800 метров сейчас в самом разгаре На месте работает крупногабаритная техника, которая заглушает недовольство жителей На сегодняшний день у нас расчищена полоса отвода от насаждений и кустарников Снят растительный слой для дальнейшей рекультивации Выполнены земляные работы по основной проезжей части И подготавливаем объем работы для разработки и укладки ливневой канализации Прокатиться по новой дороге и пройтись по новенькому тротуару можно будет в следующем году, когда завершатся все работы Кстати, специалисты говорят, что в качестве дорожного полотна сомневаться не придется Прослужит оно дольше 15 лет, но местные жители и в этом не уверены Валентина Аскерова, Алексей Фризин, день с толком Завтра в Алтайском госуниверситете пройдут выборы ректора При любом исходе голосования эта предвыборная кампания уже вошла в историю как самая скандальная за всю историю вуза Впрочем, и завтрашний день еще может принести сюрпризы Напомню, профессора Алексея Тишкина, главного соперника, исполняющего обязанности ректора АЛТГУ Сергея Бочарова Не допустили до последнего этапа выборов решения Министерства образования И конкуренцию Сергею Бочарову составят проректор политеха Александр Житких и зав. кафедры зоологии и физиологии Александр Мацура Их кандидатуры в вузе серьезно не рассматривали Если будет высокий уровень протестного голосования, Сергей Бочаров вряд ли наберет половину голосов Так что есть вероятность второго тура, в котором возможны свои сюрпризы В любом случае, даже при кажущейся традиционной безальтернативности выборов, их результат точно спрогнозировать пока сложно Ну а жители барнаульского поселка Ягодное нашли простое решение Они мешками и даже грузовиками свозят в лес мусор Посчитав, видимо, что именно здесь лучшее место для свалки Правда, есть в Ягодном и те, кому такая идея не по нраву Удается ли единицам бороться с большинством и можно ли решить проблему, выяснял Андрей Дрейр Вот сюда непосредственно вываливался мусор, который привозился на машине, на грузовой Елена показывает, где ей повезло жить За забором лес, а в нем грибы и ягоды Но быстрее всего растут кучи мусора Завалили мусором, вот уже буквально недавно в этом сезоне Сейчас закончится сезон летний, начнется сезон осенний Все местные жители понесут свой мусор с дач, опять же, вот сюда Мусор свозят не предприятия и не частные бизнесмены А местные жители и дачники мешками сюда несут строительный мусор, бутылки, старую бытовую технику, отходы Вот навалено, вот навалено по обеим сторонам Куда ни глянь, ага, куда ни посмотри, все везде завалено По словам Елены, за лесом никто не следит Не разрыт, например, противопожарный ров, да и мусор убирать тоже никто не пытался В администрацию района она уже обращалась Пообещали мне таблички, табличек нету Сказали, что сделали они запрос в Алтай лес Выясняют, кому принадлежит этот лес Вот, все, пока на этом тишина Помогут ли таблички? Непонятно, как говорит Елена Сами жильцы только недавно все же решили помочь себе На собрании договорились поставить дополнительные мусорные баки В деревне Ягодном есть два контейнера Но это огромная территория, которая, видимо, не справляется И вывоз не справляется, и люди не успевают туда доходить В данной ситуации компетенцию имеет именно район администрации Именно она должна отслеживать, то есть не зарегистрированные свалки А отслеживать граждан, которые не положены на месте Вываливают мусор, который у них скопился Даже если инстанции сделают все, что от них требуется Радикально изменить ситуацию смогут только сами жители Или название поселка придется поменять Андрей Дреер, Алексей Фризин, День с толком Большие перемены ждут детско-инфекционное отделение горбольницы номер 12 Которое на протяжении многих лет находилось в плачевном состоянии Его наконец-то начали ремонтировать На эти цели выделено свыше 30 миллионов рублей из краевого бюджета Каким будет детское учреждение после глобальной реконструкции Расскажет Валентина Аскерова Вот так выглядело отделение детской инфекционки всего пару месяцев назад Ветхая мебель, грязь, сырость и ржавчина В здании ни разу за 12 лет не проводился капремонт На антисанитарные условия постоянно жаловались родители маленьких пациентов По их словам, поступая с кишечной инфекцией, их дети подхватывали еще и ротовирус В просьбе разобраться они не раз обращались и в нашу телекомпанию Но за здание взялись лишь в этом году Раньше средств на ремонт не было Сегодня на объекте уже кипит рабочий процесс Проведен демонтаж и почти завершен капремонт кровли Но впереди еще большая работа, рассказывают строители Устройство вентилируемого фасада Заполнение оконных проемов и дверных Полностью ремонт всех помещений внутри Система отопления новая Система вентиляции приточно-вытяжная, абсолютно новая Водоснабжение, водоотведение Появится в отделении новая мебель добавляют строители Они также отмечают, что при ремонте используются прочные износостойкие материалы, которые прослужат не один год Кстати, на время реконструкции отделения маленьких пациентов продолжают принимать Сейчас где они размещены? Сейчас они расположены в городбольнице номер 11 в соседнем здании А достаточно места? Достаточно, лета же сейчас у нас не активного подъема-то нет Завершить капитальный ремонт строители обещают в срок до конца ноября Кстати, после ремонта отделение будет уже не на 60 койко-мест, а немного меньше, около 50 Так как по новым нормам Санпин в палатах должно быть определенное количество мест Если было 4 койки, станет 3 Но такое сокращение не критично, считают врачи Главное ведь то, что малышей теперь будут лечить в достойных условиях Валентина Аскирова, Алексей Фризин, День с толком Об условиях содержания большого количества животных в маленьких квартирах задумались власти страны Они могут запретить бабушкам подбирать котят на улице и селить их у себя Депутаты Совета Федерации предлагают рассчитывать число питомцев, которых можно содержать дома, исходя из метража жилплощади Как в Барнауле относятся к возможному изменению закона о содержании домашних животных в нашем следующем сюжете Все началось с маминой фразы в детстве – вот уедешь, заводи кого хочешь И поэтому я теперь завожу кого хочу И это не преувеличение Анастасия Щербакова – хозяйка, пожалуй, самой известной собаки Барнаула За ее страничкой в инстаграме следит более 2000 человек А дома у нее живет в общей сложности 25 животных Две собаки у меня живут, мои самые известные товарищи – кошка Живут рептилии И, конечно, все, когда слышат цифру 25, они думают, что тут бешеные джунгли и лианы, и все кошмарно У меня три змеи, шесть гекконов сейчас живет, крысы и попугай, и улитки Квартиру нельзя назвать тесной – больше 40 квадратов Но и этого для такого количества домашних животных может быть недостаточно Пока четких норм нет, депутаты Совета Федерации только предложили властям «установить нормативы критериев по количеству содержания животных на квадратный метр жилого помещения многоквартирных и частных жилых домов» Многие говорят, что собака, например, вообще, если животное, не для квартиры Хотя у меня вот они прекрасно, каждый там в своем углу лежит Их вообще не видно, не слышно Захотели поиграть, подошли, поиграли Террариумный уголок, например, сколько, ну там, три квадратных метра, условно говоря, занимает Все зависит напрямую от условий содержания и от того, насколько человек адекватно свои силы расценивает Если он скажет, что у вас квадратных метров не хватает для содержания собаки, что будете делать? Ну, коктиру больше Ну, я вообще считаю, что если это большая собака, то она должна жить в частном доме, да, и на улице То есть есть же определенные рамки приличия, да, если так можно сказать То есть есть собака одна, но воспитывайте одну собаку Ну, три уже как-то в квартире, в рамках небольшой квартиры, то все-таки, наверное, много Я слышала, да, что и 50 есть кошек держат, и 100 кошек, это ненормально Зоозащитники с жителями Барнаула согласны, но не во всем Конечно, когда в маленькой квартире бабушки содержат десятки животных, это неправильно Но в тех же маленьких квартирах располагаются порой и частные приюты для животных В Барнауле таких мест 10 Все эти зверио там не просто живет, их лечат, стерилизуют и социализируют Просто ограничить количество, ну, это глупо Не решит никак проблему, и, скорее всего, наоборот, увеличит количество бездомных, да, потому что Куда той же бабушке или там к какому-нибудь частному приюту, куда девать-то тогда их? Выпустить опять на улицу или как? Опять же, это тогда противоречит закону об ответственном обращении с животными То есть не право выпустить на улицу, а что с ними делать, если они уже там живут, их много? Анастасия Щербакова не от одного своего животного отказываться не намерена Более того, планирует пополнить видовое разнообразие рептилий Купить еще пару гекконов И, может быть, еще одну собаку Дорида Миллер, Алексей Фризин, День с толком Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования воспитанницы школы Олимпийского резерва Напомним, в мае 15-летняя спортсменка во время прогулки на каниферме не удержала лошадь, упала на бетонный пол и получила открытую черепно-мозговую травму Девочка до сих пор находится в больнице По версии следствия, работники канифермы допустили нарушение Суду предстоит дать юридическую оценку действиям сотрудников учебного заведения В чьи обязанности входит вывод лошадей и обеспечение безопасности несовершеннолетних Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности Семейный парк развлечений Орликина и редакция Толка запускают новый розыгрыш Победитель получит подарочный сертификат на 1000 рублей от парка Орликина Прокатиться можно будет на любых аттракционах Сертификат действует в течение всего сезона Розыгрыш проводится с 13 по 19 июня 2019 года Условия просты – вступить в группу Толка во Вконтакте Сделать репост записи о розыгрыше себе на страницу и закрепить на стене до окончания конкурса Также можно подписаться на наш инстаграм и отметить двух друзей в комментариях Их количество не ограничено Генератор случайных чисел определит по одному победителю от каждой соцсети Итоги мы подведем 20 июня Через пару минут прогноз погоды, а пока немного полезной информации Банковских карт в стране уже почти вдвое больше, чем в жителей Значит, у каждого из нас есть как минимум одна, с помощью которой мы совершаем покупки Оплачиваем проезд в транспорте или просто снимаем наличные Чем так привлекательны карты, попробуем выяснить Карты с рассрочкой – сравнительно новое явление на российском финансовом рынке Однако принцип «бери сейчас, плати потом» привлекает клиентов банков После того, как клиент оплатил покупку по карте рассрочка на все банковосточный У него есть три месяца, чтобы вернуть средства на карту И все это время на них не начисляются проценты Будь то покупка телевизора, поход за продуктами или снятие наличных Покупать все, что хочется и не переплачивать – мечта для многих Но с правильно подобранной картой и она может стать реальностью Сразу после выпуска новостей «Прогноз погоды» спонсор прогноза – компания «Эвалар» У меня к этому часу все новости До встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok